Под Таллином в Оластерае заработал завод по производству оборудования для наземного обслуживания авиационной техники. Предприятие основано на эстонском капитале и полностью рассчитано на экспорт. Сейчас на заводе работают 30 человек и продолжается поиск новых специалистов. Фирма «Электроэр» ведет активную деятельность в Эстонии с 2010 года. Предприятие производит наземные источники питания для различного типа воздушных судов. В результате работы приборов снижается выброс выхлопных газов и шум в аэропортах. Когда воздушное судно садится на землю, оно отключает двигатели, чтобы не тратить топливо, не выкидывать в атмосферу вредные вещества и чтобы не тратить ресурс агрегатов. И подключается к обычной розетке 380 вольт при помощи такого ящика. География поставок предприятия крайне широка. Куба, Венесуэла, Украина, Казахстан, Туркмения, Россия. А само производство есть не только в Санкт-Петербурге и под Таллином, но и в Киеве и даже в Латинской Америке. Генеральный директор «Электроэр» Рустам Карагулов утверждает, что Россия немного отстает в производстве силовой полупроводниковой электротехники. Экспериментальные наработки силовые, которые велись в Советском Союзе, во всем в целом, они проводились, скажем, работы научные в Украине, а на производство, на опытное производство передавалось в Эстонию, в Таллине посредственно. И так сложилось исторически, что наибольший потенциал трудовых ресурсов, он был сконцентрирован вот в Прибалтике. На предприятии работают 30 человек. Из них 4 сборщика. Однако штат планируется расширить, и сейчас ведется активный поиск специалистов. Есть люди, которые, не будучи специалистами, пришли сюда работать, когда мы только начинали этот стартап. То есть это был 2010 год, и сейчас они руководят производством. Один человек, второй человек руководит конструкциейским бюро. Ну, молодежь, которая просто хотела, именно хотела, и каждый день этому посвящала. Свыше 99% продукции фирмы уходит на экспорт. Что касается эстонского рынка, то, по словам генерального директора предприятия в Эстонии, предложение о сотрудничестве Estonian Air планируется сделать, но это не будет основным направлением деятельности. Пока совместная работа с национальным авиаперевозчиком заключалась в испытании оборудования на воздушных судах. В прошлом году оборот предприятия составил 1,7 млн. тысяч. В этом году же 3 млн. евро.